На оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что завод, сбросы которого привели к загрязнению реки Изяк, должен возместить нанесенный природе ущерб. «Руководство компании вполне внятно с нами взаимодействует и слышит нас. Разумеется, в рамках законных процедур нанесенный ущерб они должны возместить», — сказал он. «В настоящее время экологическая ситуация на реке Изяк нормализуется». В регионе утвердили порядок предоставления единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам, поступившим на работу в сельские населенные пункты. 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. Право на это имеют врачи и фельдшеры до 50 лет, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек. В селе Прибельске неизвестные выкинули окровавленные мешки в лесу рядом с площадкой для отдыха. Жутковатые фотографии выложили в соцсети местные жители, которые приехали отдыхать в лес и обнаружили окровавленные мешки, в которых находились кости. По всей видимости, кто-то забил крупную скотину и не удосужился утилизировать отходы в скотомогильнике. Стоит помнить, что утилизировать отходы животных нужно в специальных местах. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность. В Уфе с 5 августа отменен ночной автобус, следовавший по маршруту номер 101К, Южный автовокзал, аэропорт. Такое решение принял ГУП «БАШ Автотранс». Жителям и гостям столицы теперь придется пользоваться услугами такси и частных перевозчиков. На сайте аэропорта также отметили, что ежедневно автобусы госперевозчика выполняют порядка 98 рейсов по маршрутам номера 101, 110 и 110С. Уфимцы сообщили о странной находке. С помощью гугл-карт они нашли аллею имени президента России Владимира Путина, а расположена она якобы в Инорсе. Однако все это, конечно же, неправда. Все нововведения оказались просто шуткой. Редактор субтитров А.Семкин